Всем привет, дорогие друзья! Были в Светофоре. Для ребёнка беру уже постоянно такую вкусняшку. Фрута няня на прогулку. Питание предназначено для детей с 6 месяцев. Фрукты из лаки, яблоко, банан, груша, мульти из лак. 32 рубля. Здесь 130 граммов. Ребёнок ест, ему очень-очень нравится. Смотрите, на самом деле, вот видите, вот эти крышечки можно использовать как конструктор какой-то. Мы стали их собирать. На самом деле, можно собирать вот разные интересные фигурки разноцветные. Взяли мы 12 штук. По цене, ещё раз скажу, 32 рубля. Также заезжаем туда и берём постоянно воду. Вода минеральная, природная, питьевая, столовая. Стоит недорого, всего 13 рублей. Подобного рода вода у нас в магазинах стоит 27-30 рублей. Зачем переплачивать, если мы едем мимо, всё равно. Вот берём вот такую упаковку, и мальчишки мои трескают с большой радостью, пьют. Впервые увидела панировочную смесь. Панировочная смесь универсальная, 400 граммов. Стоит 38 рублей. Жарю мальчишкам своим рыбу. И не только. Вот хочу попробовать. Из чего состоит? Мука пшеничная, высший сорт, вода, соль поваренная, пищевая дрожжи, хлебопекарные, сушёные. Вот такая вот смесь. Кто брал, напишите, нравится вам или нет. Уже ледовая покупка вот такие вот влажные салфетки. Здесь 220 штук. Влажные салфетки для всей семьи с антибактериальным эффектом. Такие салфетки у нас во всех машинах. Мужа, сына, на работе. То есть абсолютно повсюду расходуются довольно-таки быстро. Стоят эти салфетки, сейчас скажу сколько, 50 с чем-то рублей. В том же фикс прайсе они стоят 77 рублей. То есть получается где-то подешевле. Не первый раз беру вот такие вот хлопья 5 злаков. Настоящая хозяйка. Стоит 19,90. Очень вкусные хлопья. Не прогорклые, вообще свежие, классные. Каша получается очень-очень вкусная. Мне нравится. И цена просто-просто прекрасная. 8 пакетиков в упаковке. Увелка, гречневая каша. Крупа, ядрица, выгодно. На самом деле выгодно покупать. Стоит 52 рубля. Хорошая цена и хорошего качества каши. Также раз в четвертый, наверное, беру вот такую колбасу фирмы Ankom. Колбаса вареная, докторская. Гост. Категория А. Здесь 1 килограмм. 195 рублей стоит вот эта вот упаковка. Очень хорошая колбаса. Это единственная колбаса, которую мы берем в магазине Светофор. Прекрасного качества. Многие брали и всех валят. Вот так вот на горячие бутерброды мужикам уходит вот просто быстро, элементарно. Мы были в Светофоре по улице Буровой. И там новый комплекс обстроен давно. И вот он все год или два пустовал, пустовал. И вот наконец-то начал заселяться. И там образовался такой вот рынок сельскохозяйственной продукции. Мы в него зашли и там обнаружили. Большое место там занимал продукции от компании Дубки. Это наше производство, расположенное в поселке Дубки. Неподалеку, кстати говоря, от нас. Колбасные изделия производят. И как оказалось, не только колбасные изделия, А в том числе и всевозможные тушенки, консервы какие-то там, я не знаю. И макароны. Мы так удивились, когда увидели, что они производят сами макароны. Имея свое фермерское хозяйство, купили оборудование для производства макаронок. Вот за 450 граммов, 49,90. Такие вот макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, группа А. Вот ракушки взяли. Витос. И перья рифленые. Попробуем. Там были еще спагетти, но не очень спагетти. Также продается продукция в заморозке. Полуфабрикаты. Мы взяли вот такие интересные картофельные шарики, внутри которых содержится мясо, ветчина с сыром и что-то там еще. Еще и какой-то вариант есть. Взяли по полкило. С ветчиной с сыром 199 рублей за килограмм. Вот они, покрупнее вот эти вот шарики. А это помельче с мясом. Как они готовятся? Просто помещаются в микроволновку на 5 минут, и все, их можно пробовать. Так что будем обязательно пробовать для разнообразия. Почему взяли? Просто удивились, что оказывается наша компания производит такой широкий спектр разных товаров. Вот так вот. И понравилась продавщица. Она так вот увлекательно все рассказывала, показывала. Помимо своей продукции, они продавали еще не только то, что сами производят, но в том числе и вот такое вот печенье. Тверь конфи. Лакомка. Печенье с доббанным лакомком. Муж попросил, говорит, ну давай, что-то его прям потянуло на песочное печенье. И хочет найти еще суворовское печенье. Раньше продавалось везде, а сейчас как-то вот нет. Вот когда захотелось, наверное, не можем нигде найти именно суворовское печенье. Вкусное. Вот такие вот покупки мы совершили небольшие. В светофоре мы потратили в общей сложности 1379 рублей. Еще вот не назвала, но туда дальше. В конце ролика будет рыба-форель за 375 рублей. Вот мы две рыбки взяли, пожарили. Очень вкусно. Нам всем понравилось. Очень вкусно. На самом деле, поэтому покупок совершили на 1379 рублей. За рыбу мы отдали 646 рублей. Ваша экономия по сравнению со среднерыночными ценами составила 345 рублей. Ну вот еще купили такую вот форель. 375 рублей за килограмм стоит. Это форель. Правда, она не потрошенная. Сейчас вот будем потрошить ее и готовить. Все, рыбу распотрошили. Отходов, кстати говоря, совсем немного. Вот так вот мясо выглядит. Вот сейчас вот пожарю все это дело. А хвосты и головы отправлю в кастрюльку и сварю немного ухи. Вот именно вот эти вот. В часть картошки туда добавлю. Картошки, морковки добавлю. Там специи каких может быть. И, собственно, все. И на разок похлебать со сметанкой, я думаю, будет милое дело. А рыбку пожарю. Сейчас вот стейки сделаю. Вот такие вот, наверное.